Это случится в августе 45-го. Хиросима, Нагасаки. Эти жертвы понадобятся Соединенным Штатам вовсе не для того, чтобы поставить точку во Второй мировой войне. Они понадобятся для того, чтобы сообщить. США — единственная страна, которая обладает уникальным ядерным оружием, способным поставить на колени не только Японию, но и весь мир. Пройдет всего 4 года, и такое же оружие появится у Советского Союза. Так начнется эра Холодной войны. Но это будет потом, позже. В 1939-м же году, когда удалось обнаружить самопроизвольное деление урана, ученые были полны радужных надежд. Они считали, что ядерная энергия — это величайшее добро, которое они дарят человечеству. Курчатов, Капица, Ван Дау были молоды. А нашему герою, Ивану Филимоненко, было всего лишь 15 лет. Он еще не знал, что через 2 года добровольцам уйдет на войну. И уж тем более не знал, что спустя всего 6 лет после войны, ему тоже суждено участвовать в этом ядерном безумии. Я занимался созданием ядерной энергетики, которая использовалась в космосе. И начинал, так сказать, с самых азов. Никаких не было данных, ничего. То есть самостоятельно пришлось разрабатывать очень крупные изделия. Вначале потребовалось дальность обеспечивать. Поэтому были применены бороводородные топлива, типа пентабаран и декабаран. Дальность чего? Ракет? Ракет, да. Но дальность только можно было обеспечить порядка 12 тысяч километров по тому времени. Поэтому я занялся, значит, разработкой ядерных энергетических, значит, установок. И одновременно, значит, проводил эксперименты. В результате этих экспериментов, что эти изделия могли 40 раз огибать вокруг земного шара. Окончив факультет ракетной техники МВТУ имени Бауна и пройдя специальную подготовку по ядерной физике, Иван Степанович Филимоненко был направлен в 1951 году на сверхсекретное НПО «Красная звезда». Он не участвовал в создании атомных водородных и нейтронных бомб. Он разрабатывал реакторы для космических ракет. Именно участвуя в этих работах, он понял, что использование урана в реакторах – это путь, ведущий человечество к гибели. И он предложил другой путь – путь ядерного холодного синтеза без использования урана. То, что это возможно, Филимоненко доказал уже в 1957 году, разработав и создав установку, дающую излучение, которое подавляет радиацию, производя одновременно электроэнергию, водород и кислород, а также пар высокого давления, который мог вращать турбину. Эта установка не требовала использования урана, потому и не давала нейтронного излучения и никаких радиоактивных отходов. То есть была экологически абсолютно чистой. Для ее работы требовался лишь один источник питания – тяжелая вода. Уникальность этой установки заключалась еще и в том, что при ее внедрении в промышленность в Советском Союзе можно было ежегодно экономить свыше 300 миллиардов долларов США за счет стоимости ежегодно сжигаемого угля, нефти и газа. Открывалась уникальная возможность спасти планету от радиоактивных загрязнений.